Посмотрим задачи, которые, скажем так, описываются словесно, и нам нужно привести их в некое математическое описание. Но тут математическое описание мы писать не будем, но при решении задачи, конечно, желательно дать вот такого вида математическое описание, как мы видели. Итак, задача у нас на линейное программирование. Будем использовать пакет Jump и решатель JLPK. Тут используется контейнер. У нас три типа контейнеров. Для обычной array, значит, для массивов, которые начинаются соединиться, индексирования. Для массивов, которые не начинаются соединиться. И вот dense axis array. Это массивы, которые индексируются даже не числами. Ну, вот что у нас тут. Задача, я думаю, американская. Содиум я перевел как натрий. Я думаю, все-таки это потребление поваренной соли, может, учитывается. То есть натрий-то у нас из поваренной соли в основном идет. Итак, мы считаем калории, белки, жиры и натрий в еде. Вот задаем, собственно, и нам нужно, собственно, посчитать, а что нам нужно покупать и есть. И в каком объеме. Такую вот оптимизационную задачу. Итак, у нас есть калории, протеин, жир, натрий. И есть минимальное и максимальное их потребление. Минимальное калории 1800, максимальное 2200. Протеина 91 почему-то бесконечная максимальная протеина. Может быть, это для тех, кто занимается силовыми упражнениями, для качков. Жир нулевой, максимальное 65, чего-то там. И натрий минимальный, нулевой, максимальный вот такой вот. Вот это. Задали мы массив. И давайте мы по массив, собственно, посмотрим. Вот по калориям максимальное, например, 2200. Вот он. По жирам минимальное 0. Ну и точно так же вот мы вот таким вот образом могли бы играться вот этими индексами. То есть вот этот вот dense access array, это для проведения оптимизации для массивов, которые индексируются не числами. Или не целыми числами. Ну, в общем, фактически мы могли бы переписать задачу и так, чтобы получить массивы с числами, но наглядность бы потерялась. А теперь у нас еда, на которую мы хотим купить. Ну, все понятно. Еда понятная, в принципе. Ну, и кроме того, еда сколько-то стоит. То есть мы не можем покупать на бесконечную сумму. Значит, ну и теперь мы привязываем количество наших поисковых, искомых сущностей, калории, протеин, жир и натрий к нашим пищевым продуктам. Ну, фактически, вот для примера показано, что вот массив выглядит таким вот образом. Мы берем из food, первый элемент из food. Вот он, chicken, например. И второй элемент вот из этого массива, который наши продуктовые свойства, nutrition. Вот жира 10, худенькая курочка, а натрия в молоке 125. Ну, и теперь все у нас построено, наша система наших исходных данных. И теперь мы будем оптимизировать. Вот у нас категории такие вот для удобства. Переменные. Значит, у нас тут две переменные. Nutrition и buy. Buy у нас индексируется едой, которую мы покупаем. Нижняя граница 0. Для nutrition мы, опять же, категорией... Значит, c равно категории. Это для того, чтобы вот тут вот индексы давать. То есть тут индекс равен вот этому индексу. Основное то, что мы ищем nutrition. А вот это у нас даются два... Две границы. Верхняя граница и нижняя граница. Вот нижняя граница это по минимуму, который мы записали. Верхняя граница это по максимуму, который мы записали. Ну и, собственно, что мы минимизируем, чтобы нам поменьше заплатить наших денег. Да, вот так вот. И при этом питательность была в границах минимальной и максимальной. Ну вот, очень полезная задачка. Я думаю, нужно продуктов было взять там, скажем, кашу и селедку. Вот самый оптимальный набор. Значит, вот задается ограничение, что питательность купленных продуктов равно искомой вот нашей установленной питательности. Считаем. Это у нас статусы, которые мы получаем. И, собственно, давайте посмотрим, что нам нужно покупать. Ага. Очень хорошее. Вы знаете, я вижу, что нам нужно питаться в Макдональдсе. Да, гамбургер, айс-крим и стакан молока. Это самое оптимальное. Я думаю, эта задача является рекламой Макдональдса. Ну и еще одну текстовую задачку на минимум, максимуме решим. Это посчитаем, сколько нужно паспортов нам, чтобы путешествовать по всему миру без визы. Значит, мы тут скачиваем базу данных паспортов. Вот она скачалась у нас. Значит, давайте посмотрим. Ну вот, собственно, вот информация тут. Ох ты. Тут вот что появилось. Этого раньше не было. Ковид бан. Но, ладно. Ковида раньше не было. Значит, считаем данные наших паспортов. Ну вот это вот то, что у нас без ковида прописано. Ладно, ковид не учитываем. Значит, количество безвизовых дней. Визовый режим, виза по прибытии. Соответственно, виза по прибытии. Не нужно получать визу. Значит. Это электронная виза. Требуется виза. Это значит паспорт у нас. Ну вот Афганистан. Афганистан. Да, вот так вот. Отлично. Значит, нужно или безвизовый, или виза по прибытию. Вот, на это ориентироваться. Ну вот, паспортные данные составим. С этими. И модель зададим. Значит, бин это бинарное значение. Значит, вот мы список паспортов задали фактически. Дальше. Ограничение. Ну да, ограничение то, что больше и равно хотя бы один паспорт нам нужно иметь. И целевая функция. Минимизируем количество паспортов. Тут у нас 199 максимально паспортов просчитывается. Заоптимизировали. 63 паспорта. Я так скажу. До этого ковида достаточно было, ну где-то, скажем, 20 с копейками паспортов, чтобы объездить весь мир. Вот так вот ковид повлиял на наш... Да, и тут вот не учитывается сторона, собственно, где человек живет. Просто так с самого начала стали считать. Ну, в принципе, вот так вот количество паспортов выросло. Субтитры сделал DimaTorzok